И правда, футбол интернационален, а чемпионат мира сближает. Особенно сближают 5 центов за комментарий. Или сколько вы там платите, Маргарита? Смотрим на источники трафика. Как оказывается, 94% трафика на это видео пришло от тех же рекомендаций от Ютуба. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров. И, как ни странно, ни одного порно-сайта даже тут нет. Маргарит, сорян. И это сборище идиотов, опровергая видео Соболь о том, что они накручивают через порно-трафик. Показывают и реально открывают источники видео. Смотрим скриншот. Теперь приближаем поближе, увеличенное. Что мы видим? Ну вот же оно. Они реально там XXX, те самые порно-сайты. Ну то есть, просто чуваки взяли и подтвердили это все. Эти ролики вызывают больше вопросов и не оставляют нам прямых ответов. Нам придется найти ответы самим. Накрутка или нет? Обман или просто стечение обстоятельств и особенностей работы алгоритмов Ютуб? Накручивают ли на видео Russia Today и других каналов просмотры? И правда ли это делается через порно-сайты? Давайте проведем мини-расследование и взвесим аргументы за и аргументы против. И сделаем выводы. Алексей Навальный опубликовал на своем МОЭ в канале расследование Любови Соболь о том, как на Russia Today накручивают просмотры. В этом ролике приводятся примеры и очень странные закономерности того, что происходит на Russia Today. Действительно ли это накрутка? 32 тысячи просмотров. А потом, буквально за пару дней, она набирает 1 миллион просмотров и вновь перестает расти. Запомните, если вы на любом графике видите ступеньки, значит вас обманывают. Через примерно несколько дней Russia Today ответили на своем канале о том, что Любовь Соболь врет. Вся правда о просмотрах Russia Today, Клеветана, Маргариту, Симоньян. Что это за таинственный зигзаг? Это не таинственный зигзаг. Здесь нет тайны. Здесь нет секрета. Нет ботов. В августе 2018 года YouTube вывесил наше видео на своей главной странице. Так написано в разделе аналитика. Кто же из них прав? Кто кого разводит? Кто обманывает? Накручивает ли Russia Today? И какие странности, заметим Алексей Навальный. Об этом мы поговорим сегодня и постараемся выяснить, кто прав, кто виноват. Это будет небольшое расследование от Канадена о просмотрах на Russia Today. Устраивайтесь поудобнее и мы будем говорить сначала о ролике про футбол, который стал предметом обсуждения между каналами Russia Today и Алексеем Навальным. Давайте посмотрим на этот ролик более внимательно. Ролик продолжительности 2 минуты, без голосовой озвучки, с русским текстом и без особо выраженного сюжета. Просто показаны некоторые футбольные кадры. С 2018 года он набрал 21,5 миллион просмотров. И давайте посмотрим на то, что здесь есть необычного. Сейчас 2,5 тысячи комментариев, но статистика смазана из-за того, что много комментаторов пишут, что они пришли после видео «Любовь, Соболь». И поэтому теряются те комментарии, о которых именно была речь и которые оставлялись здесь ранее. Вот, собственно, различные комментарии, в том числе на португальском языке. Здесь же у нас и другие различные комментарии. Но мы видели аналитику этого ролика. Он якобы просматривается больше всего из Бразилии, из других подобных стран. Есть и достаточно странные комментарии. Например, это мой английский комментарий. Это, с одной стороны, может быть совершенно нормальным явлением для ролика с мультиязычной аудиторией. С другой стороны, это может быть признаком накрутки. Давайте разбираться, давайте смотреть статистику этого ролика и найдем здесь что-нибудь необычное, интересное. Итак, давайте воспользуемся тем самым видайкью, который упоминается также в расследовании Любови Соболь. И что мы здесь видим? Достаточно странная картина. Ролик был загружен 17 июля 2018 года и на нем практически не было просмотров. Мы можем видеть это в статистике. Потом внезапно этот ролик резко начинает набирать просмотры. При том, что просмотры в час нарастали, точнее здесь нет подробной статистики и не было какого-то такого сильного всплеска. И сейчас ролик продолжает набирать просмотры. Вот мы можем видеть, что ролик начал систематически набирать просмотры. О чем это говорит? Является ли это признаком накрутки? Либо это естественное поведение Ютуба, и это вполне себе возможно для крупного канала, для ролика на футбольную тему. Вспоминаются детские каналы, у которых тоже много просмотров, мало комментариев. И это вполне себе возможное поведение. Мы можем видеть, что подобного рода ролики вполне себе могут быть. Вот, например, смешные футбольные вайны. 27 миллионов просмотров за 3 года, к примеру. Да, открываем этот ролик. Да, он на английском языке, у него 2500 комментариев. Не все из них осмысленные. И пока ничего сильно не выбивается. Здесь несколько все-таки более осмысленные комментарии, которые не пишут, что это мой английский комментарий. Здесь больше отношения к контенту. Здесь больше отсылок к каким-то конкретным моментам с тайм-кодами. И пояснения о впечатлениях от данного видеоролика. Там же другое. И когда мы встречаем просто фразу типа, это мой английский комментарий, то это вызывает определенные вопросы, конечно же. Но мы до этого еще дойдем. Мы открывали вот этот ролик, на котором 27 миллионов просмотров. Давайте попробуем посмотреть на его данные с точки зрения видоэтики. У картины совершенно другая. Во-первых, просмотры в час отличаются. Посмотрите здесь, как выглядят просмотры в час. И как выглядят общие просмотры. И у этого ролика. Кстати говоря, плюс-минус по времени они загружены примерно в сопоставимое время. Но здесь у нас, что мы можем видеть? Что, во-первых, просмотры нарастали постепенно. И, во-вторых, что просмотры в час имеют совершенно другую характеристику по распределению. Так значит ли это, что на ролике Russia Today действительно бомба накрутка? Давайте посмотрим на другие ролики. Давайте посмотрим на ролики на других каналах. Пойдем по порядку. Вот, например, BBC видеоролики. Во-первых, здесь все-таки сюжеты в большей степени более эмоциональные и осмысленные. Ну и на одноязычную аудиторию, которая является более обширной. Здесь тоже бывают странные вещи, которые можно описать из боем статистики и чем угодно. Вот что это за пик. Может быть ролик кто-то отрепостил. Может быть этот ролик попал куда-то в какие-то источники трафика. Давайте посмотрим, прогуглим просто этот ролик по ссылочке. Сколько будет на него упоминаний, посмотрим. Результатов 4000. То есть определенные оценки есть. Кто-то данный ролик репостил. Вот мы можем видеть, что он находится, по крайней мере, на каких-то ресурсах. И по крайней мере есть определенная обратная ссылочная масса. Хотя и не слишком большая, но она присутствует. Этим можно что-то объяснить. Хотя характеристика поведения довольно странная. Но здесь нет такого, чтобы был полный ноль в просмотрах на протяжении длительного времени. А потом резко они пошли. Хотя картина отдаленно напоминает подобное. Идем дальше. Следующий ролик. Здесь интересный сюжет, очень эмоциональный. Момент, когда судья узнал школьного друга. И реакция очень бурная. Здесь мы видим другую несколько картину. То есть определенный трафик был. Затем он начал нарастать. И в определенный момент ролик подхватился алгоритмами, выстрелил и сработал. Мы видим характеристическое изменение трафика в часах. Здесь вначале был определенный уровень старта. Когда, видимо, подписчики посмотрели на канале BBC все-таки более 7 миллионов подписчиков. И дальше мы видим, что трафик в час растет. И растет общий трафик в просмотрах. И что мы еще можем сказать? На этом ролике, конечно, больше комментариев. 29 тысяч комментариев. И они осмысленные. То есть по существу данного видеоролика. И плюс у комментариев довольно много обратной связи, реакций. То есть тысяча лайков у популярных комментариев. Это создает разницу. Здесь другая картина. Идем дальше. Вот, к примеру, про нацистские концентрационные лагеря видеоролик. Тут другая характеристичная картина. Более естественный трафик. Просмотры в час либо отображаются с ошибкой некорректно, либо, ну, скорее всего, да, скорее всего, здесь что-то некорректное. По общему трафику показывают более естественные цифры. Комментарии здесь отключены. Поэтому трудно сказать, какова была бы активность именно в комментариях. Идем дальше. Посмотрим на другие ролики, вообще не имеющие отношения к новостям. Ну, например, на канале Сливки Шоу. Как вырастить картошку в аквариуме. Ну, естественно, высокая активность подписчиков. Количество этих самых подписчиков намного больше. Как следствие, совершенно другая картина по просмотрам. Очень быстро ролик просматривается наиболее активными подписчиками и дальше практически не набирает. Соответственно, просмотров в час вначале очень много, потом практически сходит на нет. Интересный, интересный момент, неоднозначный на первом канале. Самый популярный ролик первого канала, который называется просто Титаник, загружен в 2016 году, набрал 42 миллиона просмотров. Комментарии на нем отключены. Статистику, естественно, нигде на этих каналах посмотреть нельзя. Так и на Russia Today нельзя посмотреть статистику. Они скрывают эту статистику, которую иногда можно было здесь посмотреть. Опять же, очень странная картина по просмотрам в час. И трафик как будто на том же ролике с Russia Today. Да и вначале все по нулям практически, а потом очень быстро ролик выстреливает с фактически 500 тысяч просмотров 5 июля 2017 года до 38 миллионов просмотров 7 октября. То есть за какое-то очень короткое время просто лавинообразно начинает набирать. И потом держится на одном уровне роста больше непоследовало. То есть что это было? Насколько естественный этот трафик? Комментарии отключены. Возможно, там был какой-то хейт. Но лайки и дизлайки этого не показывают. 15 тысяч лайков и 11 дизлайков на 45 миллионов просмотров. Что за ерунда? Явно здесь какие-то признаки нездоровой, неестественной активности. И здесь, может быть, как-то могли бы спутать с фильмом. Тогда было бы больше дизлайков. А это не находит объяснений. Еще один ролик. Тоже на первом канале. Грозовые ворота. Это длинный фильм достаточно. Здесь тоже отключены комментарии. И здесь у нас несколько более естественная картина. Вот постепенный плавный рост без каких-либо особых выбросов. Здесь, на мой взгляд, более здоровая, более естественная, понятная картина. С 2015 года ролик набрал 11 миллионов просмотров. И еще один ролик про Хабиба Нурмагомедова. Понятно, что рейтинговый топовый ролик. Много лайков. Комментариев 11 тысяч. И здесь они довольно осознанно. Опять же, у комментариев тоже много реакций. Много лайков. По тысяче, по две тысячи. И трафик. Трафик выглядит более реалистично намного. То есть вот у нас в моменте, в момент хайпа, куча просмотров. Потом все сходит на нет. Просмотры набраны. И дальше прибывают по чуть-чуть. Вот это нормальная картина. Отсюда убираем лишнее. Оставляем только то, что вызывает вопросы. Вот ролик на первом канале вызывает вопросы. Титаник. Это мы все убираем. Здесь более-менее понятно. Здесь понятно, объяснимо. Здесь тоже нормальная картина. Закрываем. Оставляем только то, что у нас не бьется. То есть вот несколько странное поведение. Возможно ли такое в принципе, что ролик лежал-лежал и вдруг начал набирать просмотры? Да, это в принципе возможно. Почему это произошло? Причины могут быть разные. Вопрос стоит в том, накручивался этот ролик или нет. Было ли какое-то вливание трафика, в том числе через рекламу на порно-сайтов. Списался этот трафик или нет. Сейчас все эти вещи уже не проверить. Нужно делать выводы на основании косвенных признаков. Давайте посмотрим. Вот этот ролик, вот ссылка на него. Вы все можете ее найти и прогуглить. Вот мы ее вбиваем в гугле и смотрим. Подозрительно мало результатов поиска по данному ролику. По ссылке на него, да. То есть в принципе практически нигде не находится. На сайте Rush Today находится, естественно. Здесь чуть-чуть в похожих видео в одноклассниках. И чуть-чуть совсем про футбол. Буквально один или два ролика, которые имеют отношение к футболу. Странно, когда нет такой обратной связи. То есть никто нигде не репостит этот ролик. Вот один сайт отрепостил данное видео. И еще один сайт. Два сайта разместили данный ролик у себя. Фактически, ну да, какие-то новостные сайты спортивного характера. Они разместили это видео у себя. Вот есть, собственно, встроенный этот видеоролик. Практически нет никакого у него показателя просмотров. Один комментарий. Соответственно, никакой особой роли в продвижении данного ролика. Эти ссылки не сыграли, не сработали. То есть никто не распространял данное видео. Не кажется ли вам это странным? Давайте посмотрим на другой ролик. Вот свежий ролик. Вышел 6 дней назад. 624 тысячи просмотров. Россия. Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка. Большой фильм на 49 минут. Вот мы вбиваем ссылку на данный фильм. И мы видим, во-первых, что результатов много. Мы можем видеть, что уже 293 результата за 6 дней. А там, с тем популярным роликом, результатов 55 за все время. Согласитесь, это довольно странно. Как-то не бьется, да? Причем здесь именно находится этот ролик. Его встраивают различные сайты. Вот мы переходим на вторую страницу. Мы можем видеть, что вот сайт. Встроил данное новостное видео. Вот сайт еще какой-то. То есть, этот видеоролик распространяют. Его репостят. Он находится в поиске. Вот еще какой-то сайт. Давайте посмотрим. Вот. Здесь встроено. Здесь сходу не обнаруживается. Он, вероятно, где-то есть. Здесь агрегатор просто отсканирован. Агрегатор просто отсканирован этот ролик. В общем, видео даже за 6 дней распространяется. И на него масса обратных ссылок достаточно так и формируется. И на различных сайтах. То есть, здесь трафик выглядит более естественным, более натуралистичным. В отличие от того, что мы видели на другом ролике. И посмотрите на картину просмотров. Она тоже выглядит более реалистичной, более натуральной. Вот у нас идет рост. Это доля просмотров подписчиками, когда наиболее активен трафик. Дальше идет спад. И все падает. То есть, совершенно другая картина у данного ролика. Но, естественно, мы можем видеть, что здесь 3625 комментариев. То есть, совершенно другая активность. Эти комментарии набирают лайки, на них реагируют. Есть разница. Есть существенная разница между этим роликом и вот этим роликом, который вызывает большое количество вопросов, как по картине трафика, так и в целом по всему поведению. Опять же, много лайков набирают те комментарии, которые оставлены после роликов на каналах Алексея Навального. А другие комментарии, которые оставляют здесь, они не столь активны. Здесь совершенно другой уровень обратной связи. Давайте посмотрим, что хотя бы это значит, что это, как это переводится. Вбиваем. Определить язык. Да, там говорят, что были комментарии о том, как я сюда попал, что это делает в моих рекомендациях. Сейчас найдем, к примеру, еще какой-нибудь комментарий тоже. Забьем перевод. То есть, могла быть, например, накрутка на Бразилию, на другие страны. Но есть и, по сути, естественно, комментарии. То есть, вот в чем, собственно, выбор. This is English Comment. Вот, что вызвало вопросы, опять же, у Алексея Навального и у его сторонников касательно того, что, возможно, просто на различных биржах ставили задание оставить комментарий на английском языке для целей накрутки. Посмотреть ролик, поставить лайк, оставить комментарий на английском языке. И в ответном интервью утверждалось, что якобы такие комментарии по YouTube распространены. Давайте попробуем поискать. Так. Давайте поищем в режиме расширенного поиска снова сочетание This is English Comment исключительно на YouTube. Нажимаем найти. Там, помнится, приводились примеры, что якобы многие видеоролики сопровождаются тем, что в них оставляют такие комментарии. Если это видео мультиязычное, и если его смотрят люди из разных стран, то люди вполне себе могут оставлять такого рода комментарии, что типа это комментарий на английском языке, это комментарий на немецком, чтобы просто отметиться. Вот давайте посмотрим год назад. Congratulations, you found an English comment. Поздравление, вы нашли английский комментарий. Вот у нас на таком ролике оставлено, на таком ролике оставлено. В принципе, мы можем видеть, что такие комментарии действительно оставляют. Но говорит ли это о том, что на тех роликах, где они оставлены, они оставлены естественным образом? Вовсе нет. Так. Что мы можем здесь видеть? На этом ролике 10 миллионов просмотров и 5700 комментариев. Опять же, 5700. Здесь, может быть, это и естественный трафик, однако далеко не факт. Может быть, тоже была какая-то определенная доля накрутки. Это совершенно одно другому не мешает и не исключает одно другое. Вот. Congratulations, you found an English comment. 366 лайков. Вот от такого канала с 38 подписчиками. Ну, тут люди начинают переписываться, кто из какой страны. То есть, это, в принципе, явление нормальное. Это не является признаком накрутки. Хотя, вполне себе может говорить об этом. Здесь много достаточно осознанных комментариев. Вот тот, кто оставлял этот комментарий. Дальше, такой ролик. Что у нас здесь? Здесь более естественная картина, хотя, опять же, какой-то пик трафика и не связанный с подписчиками. Возможно. Хотя, возможно, и связанный. Опять же, congratulations, you found an English comment. И дальше начинаются различного рода ответы. В общем, вызывает это определенные вопросы. Looking for an English comment. Вроде ищите английский комментарий. Смотрим дальше. 11 тысяч просмотров. Реплей World of Tanks тоже. Вы нашли два английских комментария. Вот с такого аккаунта. Ну, здесь тоже более-менее осознанные комментарии. Хотя, странное, конечно, явление. Может быть, и... Привет, друзья! Еще один. Еще один ролик. 40 тысяч просмотров. Русскоязычный, опять же, ролик. Опять. Поздравление. Вы нашли английский комментарий. На фоне остальных русскоязычных полностью комментариев. Вопросы, да? То есть, в принципе, такую фразу могут писать и реальные зрители, подписчики, которые приходят, смотрят на ролик. Также ее могут писать и боты, которые... Ну, не боты, а люди, которые выполняют определенные задания за определенную плату. На тех сайтах, на которых эти задания можно поставить. Например, там, за какие-то копейки могут сказать, что... Зайди на ролик, поставь лайк, досмотри до конца, напиши комментарий. И это очень даже может использоваться в том числе и здесь. И не только на этом ролике, но и на других роликах тоже. То есть, есть, естественно, и комментарии от зрителей, от подписчиков канала Russia Today. Есть комментарии совершенно... Совершенно с других аккаунтов, которые не являются подписчиками. И они тоже осознанные. Посмотрим, как это переводится. То есть, довольно много в разных регионах. И, опять же, это... Это осознанные комментарии. Итак, давайте резюмируем, что мы видим по этому ролику. Какие аргументы и факты говорят за накрутку, какие говорят против. Возможно ли, что это естественный трафик или реально ролики на Russia Today крутятся. И это можно доказать. Давайте посмотрим, в принципе, что получается. Первое. Динамика трафика, динамика просмотров. Выглядит довольно странно. Когда в течение продолжительного времени, практически года, на ролике небома трафика, а потом внезапно он начинает набираться. Но набирается он, опять же, дальше постепенно. То есть, такая картина, в принципе, возможна. Она не является аномальной и недопустимой. Есть ролики на YouTube, которые долгое время стоят, а потом начинают набирать просмотры. И нельзя сказать, что это только признак накрутки. Динамика просмотров в час, которая доступна по VidaIQ, она не является достаточно показательной. Она выглядит довольно странно. Действительно. И здесь есть определенные вопросы. Что может быть? Может быть, что на определенном моменте как-то крутанули этот ролик. И тогда он пошел. Что мне показалось странным? Отсутствие практически полной обратной ссылочной массы на данный видеоролик. То есть, если бы этот ролик смотрели в разных странах, особенно где любят футбол, наверняка его бы репостили и в социальные сети, и на сайты, и во всякие разные агрегаторы. И ссылочная масса, обратные ссылки в Google находились бы достаточно легко на разных ресурсах. Однако, за все время 55 ссылок в Google находятся по адресу данного видеоролика. И это весьма странно. Это необычно, потому что для любого ролика, даже возьмем любой свежий ролик, Рашу Тудей, масса обратных ссылок больше, она находится быстрее. И без каких-либо проблем это более объемная масса. То есть, это вызывает вопросы. Что касается комментариев. Комментариев достаточно мало. Да, действительно, малая активность в комментариях. Однако, соотношение лайков и дизлайков более-менее в рамках допустимого. Это все-таки не детский контент. Комментарии, которые были до прихода людей с канала Навального, их было совсем, видимо, немного. И подобные ролики есть, где слишком низкая активность в комментариях. Это не слишком 100% характерно для новостных каналов. Если мы откроем любой другой канал, где ролик популярный, и где есть какое-то сюжетное видео, то там комментариев будет больше, и они будут замайканы в большей степени. То есть, обратная связь более выраженная. Здесь же ролик не настолько сюжетный. По сути говоря, это просто видео без какой-либо идеи, не вызывающей особой эмоции. Просто показывает, как дети играют в футбол и не более того. Вот, поэтому комментарии есть осмысленные. Их немного. Есть комментарии странного характера. Например, это мой английский комментарий. Либо где-то показывали, где-то находили комментарии с различным порнооттенком. И отсюда возникает вопрос, что, может быть, эти ролики крутили через порно-сайты. Любой школьник вам скажет, что если перед вами видео, у которого больше 1 миллиона просмотров, как на этом видео на испанском РТ, но при этом всего 93 комментария, то дело, скорее всего, не чисто. То, что комментариев мамы, это может быть связано с недостаточной сюжетностью данного видеоролика. Просто не о чем писать, и мамы людей писали об этом. Это не 100% признак того, что данный ролик крутили. Тем более, есть осознанные комментарии людей из разных стран. И динамика трафика, картина трафика показывает, что вполне себе YouTube рекомендует данный видеоролик. Он показывается различным людям в разных странах. После этого они смотрят, оставляют комментарии. Это вполне себе реальная картина. Держание аудитории примерно 1 минута на этом ролике, что, в принципе, неплохо. То есть этот ролик, он сродни скорее таким роликам вирусного характера, например, какой-нибудь там падающий самолет и так далее, где больше одноразово посмотреть и не подписываться. С этим понятно. Дальше, что еще вызывает вопросы по этому конкретно видеоролику? То, что он несколько выбивается из ожиданий. То есть если мы открываем, в принципе, сайт Russia Today и открываем самые популярные видеоролики, то мы можем видеть, что среди популярных вот этот ролик про футбол, дальше кошка Муся, кошка усыновима восьмерых ежиков-сирот. Здесь понятно, ролик с котиками, ролик интересный, ролик в достаточной степени вирусный, трафик у него совершенно нормальный. Вот вы можете обратить внимание на картину трафика и понять, что здесь просмотры набирались, они постепенно идут, и в этом отношении все нормально. 9674 комментария, при том, что просмотров на этом ролике меньше, чем на самом топовом, то есть почти 9 миллионов, но тем не менее это меньше. И комментарии в большинстве своем осмысленные. Понятно, что здесь больше комментарий на русском языке, и вряд ли будет такое распространение по странам, которые любят футбол и так далее. Есть и на других языках, конечно, комментарии, но здесь картина более понятная, более предсказуемая, потому что формат этого ролика подразумевает такую предсказуемость. Дальше. Журналистка из Владивостока попросила Путина 20 миллионов рублей на томограф. Шесть лет назад почти 8 миллионов просмотров на данном ролике. Здесь картина несколько похожа на первый ролик, но она все-таки имеет определенные отличия. Комментариев 11,5 тысяч – это реально много. И здесь много осознанных, опять же, комментариев. Меньше комментариев на других языках, что, естественно, связано с темой данного видеоролика. То есть, все равно ролик про футбол в значительной степени выбивается в череде других видеороликов на канале Russia Today. Это вызывает определенные вопросы. Хотя, что к нему прицепились? Я не вижу принципиальной важности цепляться к этому ролику про футбол. Понятно политический аспект. Понятно, что здесь идет отсылка сразу к адмиралу американскому, который заявил о том, что Russia Today на различных языках оказывает сильное влияние на ряд стран. И трафик Russia Today занимает большую долю трафика по сравнению с любыми другими иностранными СМИ, которые, в принципе, могут действовать на территории страны. И сейчас многие, кстати, издания пишут, что российские пропагандисты канала Russia Today накручивают просмотры в YouTube через порно-сайт. И так говорит фонд Навального. Однако мы пока что не видим прямого доказательства этому. Поздравляем это англоязычный комментарий. Мы позицию объяснили. Есть еще один момент. Ну вот, к примеру, комментарии от различных порно-каналов. Здесь это может быть и просто попытка пиариться данным порно-каналом. И это не гарантирует то, что эти каналы, эти комментарии оставлены теми, кто пришел с порно-сайтов. Это может быть так, но может быть и просто комментарии от тех, кто пытается какие-то свои каналы таким образом пропиарить на данном видео. Хотя это очень сомнительно. Вот. И комментарии от порно-аккаунтов. Опять же, с одной стороны, в пользу того, что это накрутка через порно-сайт, и с другой стороны, в этом нет гарантии. В этом есть только предположение. Теперь, если мы посмотрим на источники трафика, если мы откроем в полный экран, мы увидим, что вот у нас видеоролик. И если смотреть на внешние источники трафика, то здесь есть определенные странные сайты. XXX, секс, порно, порн, что-то там еще. И они составляют определенную долю. Источник трафика, поиск на YouTube. Но это, опять же, поиск. Это поиск. И доля 0,1%. То есть, основной трафик идет у нас из рекомендованных видео. И здесь нельзя доказать, на основании этих данных, что значительная доля просмотров данного конкретно видеоролика генерируется с порно-сайтов. Как может быть альтернативная картина, когда это возможно? Если эти просмотры производятся, но потом, например, они отсеиваются YouTube, признаются как недействительные. Может такое быть? В принципе, может. Но попадают ли они в статистику? Нет. Влияет ли это на дальнейшее продвижение ролика? Возможно ли такая схема? Исключить такую схему нельзя. Однако, выглядит это слишком сложно. И по принципу бритвы окама было бы магично не рассматривать на 100%. Это всерьез. Если же говорить про внешний трафик, то здесь у нас доля внешнего трафика 0,3% конкретно данного ролика. Что там за ролик из-за камеры не видно. Ну, короче, какой-то ролик на первом месте Rush Today. Из этих долей процента дальше поиск в Google, дальше YouTube, преумножение Chrome и так далее. Но основной трафик из рекомендованных видео. То есть, мы не можем на 100% утверждать о том, что именно за счет накрутки на порно-сайтах производится достижение тех показателей, которые есть. Итак, дорогие друзья, возникает вопрос. Действительно ли тот трафик, который есть на канале Rush Today, является естественным, органическим, ненакрученным трафиком? Многие могут спросить, почему так велика доля рекомендуемых видео? Аж 93,7%. И может ли быть такое в норме? И мы можем обратить внимание на свежий ролик, который вышел на канале Алексея Навального, где рассказана дополнительная важная информация. И проводится анализ тех самых рекомендуемых видео. Потому что мы не поленились и проверили каждое из видео, которое показывает нам видеоответ РТ в качестве источника трафика. 9% пользователей пришли на видео РТ с ролика Spring Vlog. Заходим на этот ролик, включаем его и что видим? 95 миллионов просмотров. А график просмотров, смотрите, это же до боли знакомые ступеньки. Russia Today сами показали, из каких источников трафика, из каких рекомендуемых видео приходят зрители. То есть, откуда берется этот самый трафик. Помимо просто странных комментариев, что-то можно найти. Угадайте сами. Разумеется, те самые лаконичные порно-комменты. В очень большом количестве. Причем некоторые из них оставили буквально все те же порно-боты, которых мы обнаружили под роликами РТ. И анализ этих рекомендуемых видео дает нам интересную дополнительную информацию. Вот мы можем посмотреть конкретно на долю трафика из определенных конкретных видеороликов. Например, такие ролики, как Spring Vlog и так далее. Первый ролик 9,1%. Трафик из рекомендаций. Второй ролик 6,2% и так далее. Что здесь смущает? Если мы открываем ролик Spring Vlog, то у него 95 с лишним миллионов просмотров и низкая очень активность. И мы можем видеть также под ним порно-комментарии. И очень странную, непонятную, нереалистичную, опять же, картину трафика. Когда внезапно, без видимых причин, трафик вдруг нарастал, а потом оставался на прежнем уровне практически без какого-либо прироста. То есть, такой ролик имеет характеристическую, такую диаграмму трафика накрученного видео. Активность выглядит уж слишком неестественной. И плюс те же самые комментарии, которые были оставлены в том числе и несколько месяцев назад. И если мы посмотрим на другой ролик, например, Touch Me Not New Clip, то у него картина трафика тоже не выглядит достаточно естественной. Она выглядит не совсем нормальной. 26 миллионов просмотров на этом ролике. И он давал трафик тому самому видео, о котором говорится в расследовании. Опять же, порно-комментарии под этим роликом были оставлены. И еще один ролик. FML Tales from FML Live. Явно тоже странная картина просмотров, когда сначала было по нулям, потом резкое возрастание. И потом снова медленный прирост. И затем уже большой прирост. 40 миллионов просмотров на этом ролике. Выглядит очень сомнительно, очень странно. И опять же, те же самые комментарии, которые были оставлены 2 и более месяца назад. То есть, говорить о том, что комментарии были оставлены при подготовке расследования, нельзя. Потому что, как минимум, ФБК не знали об источниках трафика того видео. Они не могли сюда подкинуть эти самые комментарии 2 и более месяца назад. И здесь высказывается предположение о том, каким именно способом могла строиться накрутка этих роликов. И мы можем видеть гипотезу, идею о том, что данные ролики накручивались при помощи встроенного невидимого проигрывателя на различных сайтах. К примеру, это могут быть порно-сайты и любые другие сайты подобного характера. Либо сайты с фильмами, что тоже вполне себе возможно. И делается это все по довольно простой схеме. Создается плейлист, в который добавляются видеоролики. Создается он для непрерывного воспроизведения. И затем он встраивается в режиме воспроизведения на сайте в невидимой области. Где-нибудь в варианте одного пикселя и так далее. И когда какие-либо пользователи заходят на этот самый сайт, у них эти самые ролики и воспроизводятся. Естественно, целевой ролик, то есть ролик Russia Today, он стоит не первым, чтобы скрыть источники трафика. Он стоит в череде этих самых видео. И более того, YouTube таким образом из-за некоторой особенности работы алгоритмов начинает давать рекомендации и показывать источники трафика таким образом, что из рекомендаций данных накрученных видео идет ролик уже целевой, ролик Russia Today уже идет. Такая методика описана и она не является какой-то новой. Это в принципе все давно известные и существующие на YouTube схемы. Более того, подобные же схемы накрутки применялись на канале еще Мавроди и на многих других каналах такое применяется. Вот даже эти самые плейлисты находятся вполне себе в доступе. И можно видеть, что вот в них есть видеоролики, которые крутятся, которые накручиваются и дают те показатели, которые в итоге получаются. И для сравнения, естественно, активность выглядит совершенно другим образом. Значит, наши подозрения не были такими уж беспочвенными, не были такими наигранными. И мы можем сделать уже более точные выводы о том, что здесь есть признаки действительно махинаций. Потому что трафик приходит из тех похожих видео, которые выглядят совершенно ненормально, совершенно нереально. У тех похожих видео мы источники трафика не можем посмотреть, нам их никто и не раскроет. Однако мы видим эту самую цепочку накрутки. И мы видим плейлисты, которые были сформированы для того, чтобы в дальнейшем возможно использовать их с целью накрутки этих роликов. И по аналогичной схеме могут крутиться ролики и на других каналах. Мы видели эти самые аномальные графики. То есть анализ похожих видео, похожих рекомендованных, которые были раскрыты в видеоролике самими сотрудниками Russia Today, показывает нам, что здесь все нечисто и неоднозначно. И к тому же вот эти вот поисковые запросы, по которым находят некоторые ролики Russia Today, такого порно-характера XXX, например, по этому поисковому запросу находят Russia Today. Это выглядит как минимум несколько странно все-таки, да? Подождем, когда ИРТ запишет следующий ответ и покажет нам еще немного своей аналитики и даст нам следующие источники переходов. И вот это все уже укладывает все факты в достаточно единую схему, которая показывает нам некого рода манипуляции, которая показывает нам, что происходит с данным видеороликом и как скрыли эту самую накрутку, как ее не демонстрируют явно, как при помощи дополнительного промежуточного звена и особенностей работы алгоритмов YouTube получается так, что эта самая накрутка не видна. И внешне для стороннего наблюдателя, не имеющего доступа к внутренней аналитике YouTube канала, все выглядит достаточно естественно. Однако, если начать анализировать ситуацию в деталях и получить доступ к этой внутренней самой кухне, то мы можем увидеть, что там присутствуют явные признаки накрутки и недействительного трафика. И здесь уже ничего не вызывает таких сомнений, которые были раньше, до того, как мы увидели детальную информацию по этим самым рекомендованным видео, из которых, кстати говоря, и приходит этот самый трафик, согласно данным аналитики YouTube. Выводы делать вам самим, дорогие друзья. Здесь все было в достаточной степени показано. Напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. И если у вас есть интересная информация по другим накрученным каналам или роликам, то обязательно тоже расскажите об этом в комментариях. А с вами я, Коно Дэн. Мы сегодня проговорили про накрутку на канале Russia Today, выявили схему этой самой накрутки, посмотрели на те странные вещи, которые там происходят, и получили достаточно сведений, которые могут демонстрировать то, что трафик на канале является неестественным. Такая информация. Что думаете? Расскажите. Спасибо. До встречи в следующих роликах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok